Лаборатория будущего Реформы Академии Наук в 2013 году Ну, собственно, там мы с ним и познакомились И сегодня мы будем говорить с нашим гостем О химии и другой прикладной науке А также о том, какую пользу обществу может принести работа ученых Начнем мы, пожалуй, с узких вопросов по вашей специальности, Александр Юрьевич Насколько биогаз от переработки органики пригоден для дальнейшего использования синтеза? Да, конечно, пригоден Ну, что такое биогаз? Это ж, когда все это перерабатывается всякими бактериями Всякое там перерабатывается Вот, получается что? Получается метан и углекислый газ Ну и всякое сопутствующее Иногда там водород и так далее и тому подобное Все это горит То есть это может использоваться как топливо А можно использовать как некий полупродукт для последующего нефтехимического синтеза Правда, эта штука такая горючая и опасная Вот был какой-то такой фильм недавно, сериал такой Проповедник, кажется, называется Вот первый его сезон заканчивается взрывом биогазной этой самой электростанции Которая похоронила под собой весь город Так что вещь хорошая Но как всякое горючее Горючие газы Это опасная штука Да, понятно Ну а если нам удастся избавиться от кучи пластиковой упаковки Массового применения двигателей внутреннего сгорания Сжигания углеводородов ТЭС Вот на что могут пойти освободившиеся ресурсы? Ох ты боже ты мой Сколько вопросов в одном Вообще-то все эти вопросы разные Потому что, ну, пластиковая упаковка Пластиковая упаковка вообще-то нужна Она полезная штука Вот Ну и все эти пластиковые пакеты, там, полиэтиленовые Их можно потом перерабатывать И делать из них новую пластиковую упаковку Если не выбрасывать ее направо-налево Что действительно загрязняет природу И хранится на этих самых мусорных свалках Если перерабатывать отдельно Все будет нормально И ничего не загрязнять не будут И будет вообще-то очень полезная штука Кроме того, из этих Скажем так, из упаковок Можно делать другие И упаковки, и полимерные материалы И многое-многое чего другое То есть вот Избавиться совсем от пластиковой упаковки Это я не знаю зачем То есть принципиально вопрос решаем Просто, как это называется, раздельным сбором мусора Вот Ну, кроме того Из-за этой самой Из того, что не перерабатывается Можно опять же делать топливо Сжигать это все И все будет отлично И энергия у нас будет Так, что там второе было-то? С двигателем внутреннего сгорания А двигателем внутреннего сгорания? Ну, пока двигателем внутреннего сгорания Альтернативы нет Потому что все эти Электрохимические Так называемые источники тока Они пока еще настолько Не доработаны И переоценены Что, ну, по крайней мере, думаю Лет 20 Двигателем внутреннего сгорания Никакой альтернативы нет Ну, конечно Сжигать углеводороды В печах Топливных электростанций Это, конечно Несколько избыточно Еще Менделеев говорил Что сжигать нефть Это все равно Что топить Ассигнациями Он совершенно прав Потому что из нефти Можно делать много полезных продуктов В том числе и пластиковую упаковку Но в конце концов Вот буквально Все, что здесь Вокруг стоит Кроме, наверное, чего-то деревянного Все сделано из Всяких полимерных материалов Вон бутылка воды Из полимерных материалов Вон всякие там Для ноутбука Все, что сделано Из полимерных материалов Вот этот микрофончик Из полимерных материалов В конце концов Все это Исходит из нефти И, пожалуйста Делайте это Незачем это все В двигателях внутреннего сгорания Сжигать Хорошо Насколько известно Баррель отечественной нефти Марки Урал Стоит сейчас порядка 67 долларов Ну, думаю Нашей аудитории Будет полезно знать Насколько выгоднее Продавать за рубеж Продукты Сложной нефтепереработки Можете коротко Об этом рассказать? Прибавочная стоимость Это самое короткое Объяснение Потому что Если мы продаем Просто сырую нефть И с сырой нефти Делают Всякие Скажем так Мономеры для полимеров А полимеры продают нам То есть В конце концов Продукты с высокой Прибавочной стоимостью Полимеры И полимерные материалы Мы делаем Но делаем В нашей стране Весьма мало А надо бы делать много Потому что Нефти у нас много И поэтому Пожалуйста Вот из этого Надо делать продукты С высокой Добавленной стоимостью А то что Вот Сырая нефть Ну это мы фактически Выбрасываем Ценный продукт Ну на ветер То есть Зарабатываем на нем Столько Мало А могли бы Гораздо больше Ну да Вот мы Писали о Гипотезе Прибис Шезингера Или Как мы это Образно называли Железном законе Экономической зависимости То есть Страна которая Продает сырье При прочих равных Всегда будет Слабее И зависимее Страна Которая из этого Сырья что-то Производит Ну правильно Венесуэла Вон сырье Продает Вот и Как только Сырье подешевело Или перестали У нее брать Это самое сырье Соединенные Штаты Которые В основном Из этого сырья Что-то делают Вот и пожалуйста В Венесуэле Кризис Ну собственно У нас то же самое Но правда Несколько поменьше Но все равно То же самое Вот Ну Отчасти на тот Вопрос который мы Собираемся задать Вы уже ответили Но давайте еще разочек Так систематизируем В каких отраслях Производства Прежде всего Могут пригодиться Продукты Нефтесинтеза Да господи Везде Нет Ну действительно Везде Вот это Это вот пожалуйста Упаковка Пищевая промышленность Это полимеры Полимеры Делаются в конечном итоге Из мономеров Мономеры делаются Из нефти Из газа Из продуктов Нефтехимического синтеза Лекарства Всякие вот эти вот Продукты Тонкого органического синтеза Это тоже Так сказать Полупродукты Для этого Тонкого органического синтеза Это продукты Нефтехимического синтеза В конечном счете Они делаются Из той же нефти Или из газа Из синтез газа Методами Вот Нефтехимического синтеза То есть Нефтехимический синтез Это некая такая вот База База хорошей экономики Хорошей технологии А потом из этих самых полупродуктов Делается масса того, чего В общем, нас окружает сейчас Все, что нас окружает Вот все эти продукты Новых технологий, вот они все там Оттуда, из нефтехимического синтеза Ну да, наш пластмассовый мир Основан на нефтехимическом синтезе Конечно, именно так, потому что Пластмасса всюду И все эти самые пластиковые материалы И полимерные материалы Они везде Вот они все оттуда родом Вот, а сейчас немножко конкретизируем Вспомним То, что было несколько лет назад Вот я был у вас в институции И наблюдал за тем, как вы испытываете Полимерные пленки Вот вы работаете, я думаю, сейчас тоже продолжаете Работать над этой темой А вот можете рассказать на пальцах Нашей аудитории Для чего можно вот эти Тонкие полимерные пленки Применять Вот мы чуть-чуть об этом рассказали Но крайне неквалифицированно В общем, я думаю, вы можете поведать больше О, это предмет целого курса лекций Которые я читаю Называется Мембранные материалы видения Ну, собственно Чем мы занимаемся? Мы занимаемся Проницаемостью газов Через полимерные материалы Тут есть две стороны проблемы То есть можно на этих полимерных пленках газы делить То есть, например, обогащать смеси Например, из воздуха получать технический азот Или обогащенный кислородом воздух Чего полезно? Вот Ну, технический азот Для пожаротушения Для создания пожаробезопасных смесей Это уже давно делается Вот Кислород Ну, вот вообще можно В качестве искусственного легкого В кровь подавать кислород Пожалуйста, можно кислородом воздуха То есть это На мембране На полимерных мембранах Ну, мембрана Это не совсем тонкая полимерная пленка Ну, условно тонкая полимерная пленка Вот в ней проходят процессы разделения газов И делить можно, ну, практически любые смеси газов Делить, обогащать Это одна сторона проблемы Другая сторона проблемы Это барьерные материалы Это через Материалы, через которые газы практически не проникают Вот это вот, скажем Упаковочные материалы Для пищевой промышленности Для фармацевтической промышленности Чтобы кислород не проникал Ничего там не окислялось Для электронной промышленности Потом, ну, вот, я не знаю Там Эти самые Аэростаты делать С какими-нибудь тонкими барьерными слоями Полимерными Это все вот Вторая сторона проблемы Но это тоже самое Мембранное материаловедение То есть это материаловедение Полимеров Через которые Газы либо проникают Либо не проникают Вот-вот Кратко на пальцах Если смог, объяснил Да И целый курс лекций по этому поводу Да, вот один из примеров У меня отец как раз занимается Использованием пленочек В пищевой промышленности Для фильтрации Правда, не газов Там белочки фильтруются Это пористые полимеры Это немножко другое Ну, немножко другое, но не важно Но близко Близко, близко, близко Вот Ну, известно, что у многих российских ученых Есть проблемы с реактивами И прочими расходниками Ну, что нужно для того, чтобы преодолеть этот дефицит Как здесь может помочь нефтехимия Ну, а если мы организуем такие производства Сможем ли мы конкурировать с Западом Ну, или, скажем, с Китаем Вот это вопрос-вопрос Значит Для того, чтобы синтезировать какие-то там полимеры Или там полимерные мембраны Или что-нибудь в этом духе Нужны те самые полупродукты Которые получаются из других полупродуктов Из третьих Там целая-целая цепочка синтеза Длинная цепочка синтеза Значит, основывается все, конечно, на продуктах нефтехимии Ну, для того, чтобы получить какой-нибудь, я не знаю, пропилен Это можно его получать пропилен или там этилен Десятками тысяч тонн Это такие заводы есть И у нас есть И за рубежом есть Все нормально Из этого там получается полипропилен, полиэтилен Самые простейшие полимеры Чуть дальше пошел Там уже гораздо более сложные химические структуры И для этого уже не надо десятков тысяч тонн Нужно делать какие-нибудь реактивы Ну, в том числе и те реактивы, с которыми работают в химических лабораториях Это уже начиная от килограмм до нескольких тонн в год Это называется малой химией или малотоннажной химией Когда было такое государство под названием Советский Союз Вот в Советском Союзе эта малая химия была очень хорошо представлена То есть практически все, какое вещество там не захочешь Его можно заказать, получить Если нужно произвести в количестве там тонн и килограмм того, чего тебе надо В конечном итоге синтезировать, внедрив технологию И вот так на основе этой малотоннажной химии все делалось То же самое сейчас в Китае То есть Китай производит практически всю линейку этих продуктов Химических продуктов Начиная от сложных реактивов И заканчивая какими-нибудь мономерами для малотоннажной химии У нас это все рухнуло в 90-х То есть в 90-х практически малая химия В России была уничтожена насмерть И сейчас для того, чтобы ее восстановить Нужны такие колоссальные вложения Что в общем, ну по крайней мере государство наше Насколько я понимаю, не под силу Поэтому все, что делается в малотоннажной химии Либо покупается в Китае Либо делается как-то вот так вот Ну скажем так Кустарно? Кустарно, да Скажем так Достаточно кустарно То есть, соответственно, не очень чистые продукты получаются И поэтому в конечном итоге И наши даже некоторые и лекарства получаются не такие чистые И полимеры получаются не такие Не с теми показателями, которые бы надо было Вот это очень большая проблема Потому что вот государство пока в это дело не вкладывается Но уже сейчас начались какие-то движения по этому поводу Некие наши, скажем там, госкорпорации Начали задумываться и чесать в репе И уже пытаются какие-то программы под это дело создавать Ну, конечно, шапка у этих программ Одна импорт-замещение Но пока это импорт-замещение, да, в кавычках Отлично Ну что ж Теперь от сугубо технических вопросов перейдем к социальным Наш коллектив с недолоннего времени Сбирает своего рода наказы ученых Из разных областей технического и прикладного знания Насколько нам известно, ученым-химикам в современной России приходится очень трудно А когда было легко? Да, кое-что об этом нам в свое время поведала Мария Калинина Которую вы, думаю, знаете, помните Вот Какие условия нужно создать для вас и ваших коллег Чтобы они могли работать в полную силу на благо развития страны и мировой науки? Да, вот это вопрос сложный Какие условия? Не мешать Самое главное условие – не мешать Потому что вот для того, чтобы закупить какие-то реактивы Это нужно написать такое количество заявок и бумаг Пройти огромное количество конкурсов Для того, чтобы закупить те реактивы, которые нужны Да еще заплатить за это бешеные деньги Потому что эти все реактивы закупаются опять-таки за рубежом Хотя сейчас вот иногда удается что-то закупить в том же самом Китае Гораздо по более дешевой цене Но, тем не менее, все это довольно сложно И, кроме того, многие реактивы находятся в запрещенных списках Например, в качестве прикурсоров Или прикурсоров Я не знаю, как тут ударение правильно ставить Филологи подскажут Вот Для производства там взрывчатых веществ Или наркотических веществ Ну, даже какой-нибудь сермяжный ацетон Растворитель ацетон Да За него приходится отчитываться, вести строгую отчетность Писать какие-то журналы Сколько ты там граммов ацетона Использовал там для синтеза, для растворения, для ополаскивания посуды И так далее и тому подобное Если ты этот ацетон заказываешь официально Но ацетон можно купить совершенно спокойно на хозяйственном рынке Чем сейчас химики и пользуются Получается совершеннейшая глупость Ацетон, который можно купить на рынке или в хозяйственном магазине За него строжайшая отчетность, если он не куплен на рынке за наличные средства То есть вот это вот те условия Которые не дают тратить не то что деньги, а время Они просто на это затрачивается огромное количество времени и сил Для того, чтобы обойти все эти припоны и рогатки Которые выставили для нормальной работы Это первое Ну, второе, это, конечно, руководство наукой Потому что, ну вот, возможно, предвыхищая дальнейшие, так сказать, вопросы Потому что там боролись за Академию наук в 2013 году Почему мы боролись за Академию наук в 2013 году? Потому что уже после этого появилось вот это вот сначала Федеральное агентство научных организаций, ФАНО Потом сейчас это все ФАНО похоронили, оно передалось в Министерство образования и науки У каждого министерства или там у каждого федерального агентства Есть свои, так сказать, цели и задачи Свои какие-то регламенты И эти самые правила меняются, ну, едва ли не каждый месяц То есть каждый месяц возникают новые указивки Каждый месяц начинаешь заполнять очередные новые бумаги, новые пакеты этих самых документов Ну, в результате опять тратится время и уходит время впустую Когда за это время можно было бы, так сказать, и что-нибудь придумать Сделать какие-то новые эксперименты Ну и так далее Ну и, конечно, третий вопрос Очень важный, это, конечно, финансирование Которого, естественно, что недостаточно Потому что основное финансирование сейчас идет не от государства, а от грантов Гранты, это гранты надо сначала написать потом И опять написать огромное количество бумаг, естественно Потом этот грант либо выигрывается, либо проигрывает Если проигрывается, то все усилия впустую Если выигрывается, то нужно в рамках этого гранта В рамках придуманной тематики работать Соответственно, и отчитываться за этот самый грант Писать огромные отчеты Ну, иногда даже нормально деньги потратить по этому гранту невозможно Потому что существуют всякие федеральные законы По которым очень трудно реализовать даже те деньги, которые ты выиграл То есть, все это стало настолько сложно и непонятно Что довольно трудно работать, конечно Но мы работаем И это очень похвально Вот Как-то раз вы рассказывали о том Что для успешного развития фундаментальной прикладной науки Нужна экономическая система с дальним горизонтом планирования Не могли бы вы снова еще раз на пальцах это показать для нашей аудитории? Ну, в общем, это достаточно просто показать Потому что если Ну, даже в условиях этих самых научных грантов Есть Особенно если это научно-технологические какие-то гранты То всегда есть Такой пункт, как получение прибыли Ну, вот получение прибыли От какого-то От какой-то технологической разработки В течение трех лет, на которые рассчитан грант Это практически нереально Потому что эту технологическую разработку надо внедрить Надо сделать какие-то технологические устройства Кроме того Ну, как-то масштабировать эту технологическую разработку Чтобы она хотя бы показала те показатели Которые в это дело заложены А уж о прибыли говорить в течение каких-то трех лет Это совершенно нереально Ну, а наши господа Которые хотят получить прибыль Они хотят получить прибыль завтра То есть даже не в течение трех лет А практически завтра То есть Это для науки это совершенно нереально Когда-то В свое время лорд Максвелл Докладывался на британском королевском обществе По своим законам электродинамики Электродинамики Законы электродинамики Максвелла Которые сейчас проходят На урок физики Ему задан был вопрос Значит, лорд Максвелл А какую пользу принесет Принесут ваши законы электродинамики Британская корония На что лорд Максвелл сказал Лет через 200 Значит, вы будете стричь налоги С этого дела И очень большие налоги Ну, лорд Максвелл ошибся Потому что это было не через 200 А через гораздо меньший промежуток времени Он был несколько пессимистом В этом плане Прогресс идет значительно быстрее Но все равно Законы электродинамики На которых, собственно, все сейчас Электрические устройства основаны Во времена лорда Максвелла Это была экзотика Через некоторое время Это стало обычной повседневной жизнью Мы с этим имеем дело Сейчас ежедневно, ежечасно Вон, свет Это тоже фактически плоды Тех же самых законов Но все равно Для того, чтобы из законов Максвелла Построить электростанцию Нужны не годы А, может быть, и десятки лет Но точно так же, как с радиоактивностью Когда радиоактивность была открыта Кто же знал, что буквально через 40 лет Взорвут первую ядерную бомбу И будет построена первая ядерная электростанция Но если бы не было долговременного планирования Чтобы из этих Из законов радиоактивного распада Сделать ядерную бомбу Или построить ядерную электростанцию Этого бы не было никогда Потому что прибыли Эти законы радиоактивного распада Мгновенные прибыли Не принесли бы И через три года они не принесли бы Как хотят наши эти самые Гранты технологические И через пять лет Через двадцать Через сорок Но сейчас вот это вот Вошло в нашу повседневную жизнь И точно так же с многими Разработками Которые Разработки научные Они вот немедленной прибыли Не приносят и не принесут Поэтому для того Чтобы как-то Идти К получению Прибыли Через двадцать лет Нужно и планирование На двадцать лет вперед А это извините Вот в наших условиях Сейчас в условиях Нашего дикого капитализма Это практически невозможно Ну вот Что ж Одна из ваших идей Которую мы у вас Радостно стибрили Это научно-технологический оффшор Давайте еще раз Коротко к этому делу вернемся Так как вешали мы об этом посту Наверное где-то года два Уже почти назад То что вы нам коротко написали Давайте освежим это в памяти Научно-технологический оффшор Ну дело вот в чем Опять же Есть один из интересных Тормозящих моментов Который тормозит Развитие науки и технологии Называется этот момент Интеллектуальная собственность Хотя в общем-то Вроде бы Вещь-то положительная Если патент получил Патент продал Денежку за это получил На это дело можно какое-то время жить Но потом эти патенты скупаются Кладутся под Скажем так Под спуд Да Для того чтобы Как-то предыдущая Фирма могла эти предыдущие патенты реализовать Какие-то новые патенты Она притормаживает И таким образом это все Как-то хранится в одном месте В каких-то в отдельных очень богатых фирмах На самом деле И да и да Преодолеть эти самые патенты Довольно трудно То есть патент пишется какой-то широкий Там на целую группу разработок И поэтому если твоя разработка Как-то попадает в область этого патента Те кто делает технологию То есть эти разработчики Они должны либо патент выкупить Либо как-то этот патент обойти Хитрым способом Ну В свое время В Китае Когда Китай очень быстро Развивался В 90-е Нулевые годы Все это патентное право Там На это патентное право Закрывали глаза То есть то что Можно было Что-то срисовать Стибрить Использовать по новой В Китае Ну закрывали глаза Что это не надо было выкупать Они делали это все сами В результате Технологический рывок Китайцев На так сказать Ворованных в кавычках Патентах Он Как вы сами все знаете Он был достаточно резким Ну Кроме того Это самая интеллектуальная собственность Например Вот В плане Научных статей Да Для того чтобы Прочитать научную статью В каком-нибудь журнале Которая вышла там Скажем Лет 5-10 назад В общем Надо журналу заплатить Деньги Чтобы статью тебе вышли А Элизибир у нас жадный Ну а денег-то у нас не так много Для того чтобы За каждую статью Которая тебе понадобилась Платить там по 10 долларов По 20 По 30 долларов Иногда за статью платят Вот Ну слава богу Сейчас есть Детище Александр Лобокян Скайхаб Где На это Так сказать Патентное право И на На право Интеллектуальной собственности Как бы вот Наступили Да И Кладут Ну да 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 Именно так Ну и в результате Действия Александра Лобокян Мы сейчас получили Практически полный доступ Ко всем научным статьям Ко всей научной информации Что очень полезно Вот И собственно Это и есть Некий пример Такого научного Офшора Потому что Александра Лобокян Делает великое дело Она Открывает Полностью Научную информацию Для всех Желающих Ее получить Вот И в принципе И технологическая Информация По идее Для Быстрого развития Она должна быть Такой же Она не должна Храниться Где-то В Темных Сейфах Какой-нибудь Великой Большой фирмы Которая Сейчас не извлекает Из нее прибыли А могла бы Запустить в дело Кто-нибудь Мог это запустить в дело И было бы замечательно Он сразу будет Конкурентом Этой фирмы То есть Вот такая Конкуренция Ее бы Как бы Для быстрого развития Ее не нужно То есть На мой взгляд Вся эта Технологическая информация Так же Как и научная Должна быть Полностью Открытой И вот Вот такую Открытую Информацию Может давать Вот такой Научно-технологический Офшор В котором бы Вся эта Технологическая Информация Была Ну иногда Украдена И реализована Немножко по-другому Иногда Сделана Без всяких Патентов И без Всякой Вот такой Вот Интеллектуальной Собственности А просто Для того Чтобы это Все развивалось И двигалось Гораздо Более Широкими Шагами Гораздо Большим Темпом Это было бы Очень полезно Где и как Это сделать Это другой вопрос В Китае Сейчас уже Это дело Прикрывают Потому что Они Вышли на Несколько Другой уровень И начинают Зарабатывать Деньги На своих же На своей же Интеллектуальной Собственности Поэтому Хорошо бы Если бы Это было Это некая Такая Фантазия Надеюсь Что это Не просто Фантазия Ну что Перейдем К делам Не совсем Давно Но минувших Дней Вспомним Как Значит Мы С вами И с большим Количеством Товарищей Боролись Про реформы Российской Академии Наук Как известно Чуть-чуть Притормозить Нам их Удалось Но Вот Поставили Цербера В лице Фанов А ноны Не прикрыли Земля Ему Стекловатой Но Уверены Мы Что Власти И бизнес Нам готовят Очередную Подлянку Насколько Ученые Готовы К этому Делу Насколько Готовы Они ответить Сопротивлением На это Дело Честно Скажу Не готовы Потому Что В принципе Даже В тех Условиях В которых Была Поставлена Российская Наука Вот этой Самой Реформой Российской Академии Наук Даже В этих Условиях Она выжила Наука И В общем Как лягушки Барахтаясь В сметане В сметане Или там В молоке В некоторых Случаях Сбили масло И плаваем Вот Наш институт Вполне Плавает Поэтому Если Будет Какое-то Очередное Гонение На Ученых То Институты Которые Плавают Их Трогать Не Будут И Поэтому Из тех Институтов Которые Плавают Которые Вполне На плаву Скажем Так Выйти На протест Людям Будет Совершенно Нереально А те Институты Которые Раздолбали В хлам Они Уже Раздолбаны В хлам То есть На самом деле Это вот Реформа Академии Наук Она Очень сильно Сказалась На Состояние Российской Науки Потому что Кто смог Выплыл Кто не смог К сожалению Уже Практически Сейчас Тех не Осталось То есть Сказалась Она И на обороноспособности Понятно Естественно И на обороноспособности Тоже Вот Ну и наконец Нашему обывателю Не совсем понятно Зачем вообще Ему поддерживать Ученых Которые требуют Каких-то там Особых условий Для них труда Есть такое мнение Некоторые даже Ученые Вроде бы Как поддерживают Его Что Наука Это способ Удовлетворения Собственного любопытства За государственный счет Вот что Вы могли бы Сказать На этот счет Ну Конечно Это Не только Способ удовлетворения Любопытства Это Способ Добычи Новых знаний А из Добычи Новых знаний В конечном итоге Получаются И новые технологии И новые продукты И так далее И так далее Но путь длинный Но для начала Эти самые знания Надо добыть Вот Добыча Знаний Это как у Маяковского Да Та же добыча радио В грамм добычи В год труды Изводишь Единого слова Ради Тысячи тонн Словесной Руды Вот пока Ты тысячи тонн Не изведешь То Вот единое слово Или там Грамм ради Не добудешь И поэтому Всегда в науке Есть Эти самые Тысячи тонн Словесной Руды И Единое слово Ради которого Эти тысячи тонн Перелопачиваются И вот Из этого Единого слова Уже Из этого Единого факта Единого Какого-то Изобретения Открытия Уже Вырастают Новые технологии Из которых То что мы видим Сегодня Это тоже вырастало Из каких-то Крохотных Наблюдений Каких-то сумасшедших Ученых Которые там Где-то там Та же самая Мария Кюри Которая Получила Свою дозу Облучения И Умерла Раньше Собственного Срока Что называется Она Работала С тем же самым Радием С тем же самым Радиоактивным Распадом Благодаря ее Трудам В конечном Итоге Вот мы И имеем Всю атомную Энергетику Сегодняшнего дня Но Тогда Это тоже Была какая-то Экзотика Это тоже Было какое-то Сумасшествие На которое Люди Смотрели Как на полных Каких-то Безумцев Которые возятся С этими Радиоактивными Кому они Нужны Господи Эти радиоактивные Вещества Вот Ну светятся Они в темноте Игрушка Игрушка И ради этой игрушки Эти самые ученые Там копья ломают Да не сумасшедшие Да денег им не давать Да пусть они там Это самое Себя там В подвалах Пытаются это делать Зачем это все Зачем это все А потом Вот смотрите Что из этого получается То есть Конечно Наука Это Достаточно Сложная вещь Потому что Нельзя сказать Что Если мы соберем Там Тысячи ученых В одной области Так сказать Под крышей Одного института Если они будут Работать день и ночь Они обязательно Что-нибудь такое Великое создадут Они могут И не создать Великое Но они Вспашут поле Так сказать Поле знаний Условно говоря Они посеют Там Какие-то Зерна знаний Из которых Чего-то Там Потом Может и вырасти А может и не вырасти То есть Вот Но без этого Без этого Без того Чтобы эти поля Пахали Никакие новые знания Не вырастут Вообще То есть Вот Это Альтернатива Либо Государство Что называется Вкладывает В науку И ждет Что эти поля Будут пахаться И семена Будут Сажаться А потом Может быть Какие-нибудь Взойдут Да еще Такими Всходами Может быть А Государство Может ничего Не вкладывать Ну и пусть Пусть Все там Эти сумасшедшие Роются по своим Подвалам И что-то там Пытаются изобрести Кто-то Чего-то Изобретет Может быть Кто-то Чего-то Как-то Из этого Получит Какую-нибудь Прибыль А может и не Получит Ну Эти два Подхода Они в принципе Вполне Естественные То есть При Вот в Советском Союзе Поля вспахивали Глобальные То есть Наука В Советском Союзе Была Весьма Обширная Штука И вкладывали в нее Очень большие Средства Хотя Выхлоп Выхлоп был Не всегда Правильный Не всегда Хороший Иногда Очень маленький Но тут уже Вопрос не Во вложениях А в управлении Этими вложениями Именно поэтому Наше государство Решило Что оно будет Управлять Этими вложениями С помощью Федерального Агентства Научных Организаций Или сейчас С помощью Министерства Образования И науки То есть Чиновник Пытается управлять Вложениями В науку Не получается Естественно Не получается Потому что Нужны какие-то Параметры Показатели Из-за этого Вырастает Это дикое количество Бумаг Которые мы сейчас Заполняем Ну Нужен какой-то Видимо Средний подход Потому что Государство должно Тратить деньги На науку Для того Чтобы На этом поле Что-то Произрастало А Контролировать Что произрастает Ну Тут уж Надо уметь Что ж Сегодня мы с вами Александр Юрьевич Очень плодотворно Поговорили Надеюсь Нашим слушателям Будет Интересно Нас послушать И к тому же Мы сможем Извлечь Из нашей беседы В дальнейшем Много Полезного Для друг друга Большое вам спасибо Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому